Слушаю, в общем, обращение Александра Алёнина к девушкам. Если ты умная, не слишком истеричная, как моя мама, если ты не русская девушка, или русская девушка, но с редкими качествами не истеричности, и которая поддерживает творчество своего ребенка. Потому что я не видел ни одной девушке, ни одной вообще славянки, которая бы поддерживала и... И, короче, это просто какая-то жесть. Я, короче, сниму эту маску, мне уши больно. Короче, просто кошмар, это... Я, я, я беру... Вот... Как воспитывает россиянка своего ребенка? Он что-нибудь делает хорошее, она его за это бьет, орет на него истерично. Она просто орет на него истерично, как в концлагере. Нацистцы орали, там, издевались над заключенными, просто так, как давали задания, те выполняли все правильно, а они все равно издевались, как будто бы тебе неправильно выполнили. И таким образом они разрушали их волю. Вот так делают россиянки, блин. Мамаши россиянки многие. Моя и еще другие. Слышно, как они орут. Даже просто идешь по улице, слышно, как орет воспиталка или из окна орет россиянка истеричная весь день. Они как нацисты действуют, орут на своих детей, блин. И вырастают алкаши или какие-нибудь еще... Ну, то, что мы видим, вырастает, блин. Или такие, как я, короче, вырастают, которые на таблетках живут всю жизнь, тряпками вырастают. А может, я еще хуже окажусь в будущем, болезнь спрогрессирует, я стану вообще каким-нибудь... Там вообще в Википедию попаду, как... Кто знает. Вспомни, как Жак Фрельска говорил, что мама, эта, баптистка, воспитала маньяка. Ты посмотри, почитай в Википедию про маньяков там. Про советских, про американских. Там многие из них стали маньяками из-за своих мам и из-за своих девушек. А некоторые из-за своих девушек. Он связался с женщиной, стал маньяком. Отлично. Никакое... Это просто случайность. Это просто случайность, блин. Меня посылает. Я, блин, избегаю людей, потому что с тех пор, как узнал, что коронавирусом реально заболел этот брат моего отца. Она, блин, берет, использует код этих куколдов, чтобы они покупали все, что она хочет, и возили. Ну, обычные куколды, это традиция наша, куколдинг у нас в стране как бы субъективное мнение. Ну, на самом деле, на самом деле, это объективное мнение, ну, это субъективное мнение. Имхо. Ну, ни один куколд не повелся. Она решила на меня, когда я рисовал пейзаж, вдохновение, она меня отправила за чертовой своей сметаной. Раньше она меня за пивом отправляла. Иди купи пиво. В детстве я шел, покупал пиво, до меня докапывались какие-нибудь уроды. Как в гетто обычном происходили вещи. Как в гетто, не было непополучном. Короче, это пиздец просто. Я, короче, буду говорить, не скрывая своего охеревания. Мне пофиг вообще. Вчера она нормальная, сегодня она просто неуравновешенная. Психически неуравновешенная. А как я могу быть уравновешенным, если я родился и воспитан двумя неуравновешенными? Одна баба, моя бабушка, Гитлер, неуравновешенная. И мама, родитель номер два, пассивную роль выполняет. Она с ней, они друг с другом собачатся непрерывно. В машине надо записать, как они собачатся, когда едут на газели. Они непрерывно собачатся, непрерывно собачатся. Бесконечно в саду непрерывно собачатся. Желают друг другу смерти, чуть ли не смерти, ну или даже реально, ну так, тихо, тихо так, чтоб стохло так, тихо, знаешь. Бабушка моя постоянно, каждые пять минут бывает, желает смерти кому-нибудь. Председателю, еще кому-нибудь, еще кому-нибудь, еще кому-нибудь. Просто постоянно это говорит быстро, быстро, быстро. Как Гитлер. Только, только быстро говорит. Очень быстро. Короче. Очень, блядь, пиздец просто. У меня все это заебало. Самоубийство, статистика самоубийств. Никто не может дать точную статистику самоубийств. Никто не может дать ни одну точную статистику самоубийств. Да, я смешу вам в ваших глазах. Посмеетесь, блин. Выблюдки. Желаю вам таких же, чтоб вы в следующей жизни родились, блин. У каких-нибудь родителей, алкашей, которые будут вас за пивом посылать. И вы выродитесь эти долбоебами. Чтоб вы рождались бесконечно в провинциальной России, в семье низшего класса. Чтоб вас постоянно били родители дома. И не спрашиваю, у меня били меня или нет. Меня били, мне говорили, что когда я вырасту, я побуду в тюрьму, меня будут насиловать. Меня бабушка это кричала и внушала. И что я не путевый, что я с людьми никогда не уезжу. Что меня будут всегда издеваться надо мной. Она не говорила, почему. Она просто, она не говорила, как Жак Фрейска говорит, информацию. Она просто говорила, что я дебил какой-то, вообще непонятно что, я такое, что я не смогу жить с людьми. Она не говорила мне никакой информации, как жить с людьми, что делать. Как избежать, там, что делать, как стать нормальным. В то время, как других воспитывают избранными, они говорят, ты избранный, ты богоизбранный. Все вокруг это тренировочный полигон. Ты самый главный, ты лидер. Ты лидерша. Ты лидер Несса. Ты можешь быть мужчиной, можешь быть женщиной. Можешь хоть кем быть. Никто не имеет права тебе ничего говорить. А россияне, вот они, ну, русские родители, они все время жестко тебя в рамках критикуют, держат, контролируют, переделывают. Даже просто с девушки, вот один, короче, блогер из Филиппин сказал отличие филиппинок от отечественных девушек в том, что постоянно пытались переделать его, постоянно пытались его переделать, 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 переделать. Как Сталин, как Гитлер, переделывать, переделать, изменить, переделать, все разрушить, все заново переделать. А этим не надо ничего переделывать Только нахрен ты там не нужен Нигде, я тебе скажу, дружок И границы теперь не откроют Одна россиянка мне написала Что ты узко мыслишь Очень умная Она умная Вот теперь подтверждается, что границы не откроют А потом их не откроют еще на следующий год Скажут россиянам по телевизору На следующий год откроем На следующий год опять Россияне забудут обещания правительства И опять они не откроют Ни хрена И никогда не откроют они тебе Узко мыслишь, это я узко мыслю Просто, блин Тут вообще не о чем говорить Насколько же тупые Насколько же тупые, блин Какие-то варвары Какие-то дикие орки Варвары, мордорские Рода какая-то Истеричная Эти Постоянно Но она не уравновешенная, блин Если бы она принимала лекарства, блин Я бы Мог хоть творчеством спокойно заниматься Вот тут таких родителей вырастают Наркоманы Преступники и так далее Ну кем меня и считают Меня это просто заколебало уже Этот дебил Климов этот Я не понимаю только одного Мне давали читать в детстве Экстремистскую литературу Я не понимаю только одного Почему он Живя в Германии Женился на русской Которая потом ему Хотела его там Засолить и зажарить Там что-то Ножом зарезать Про которую он писал Потом целую книгу Какая она плохая И какая она охреневшая И детей у него не было Ему пришлось завести Робчонка В суде там Они там судились Он что Он противоречит сам себе Мне давали читать с детства Экстремистскую литературу Которая с 2010 года Стала экстремистской И я не виноват в этом Блин я был маленьким Что мне давали читать Я и читал И я травмирован этим Все то что там он писал Что есть зло Я стал все это делать Стал всем злом Которое он писал Вот все А если бы я не знал про это Я бы и не стал Я бы просто Работал бы где-нибудь там Ключи делал На заказ Состоял бы Всю жизнь А так я стал Дегенеративным художником Как бы он назвал Карточку бы на меня завел А сам блин Вместо того Чтоб на нормальной немке Которую не будет Ему мозги выносить Которые Эти Которые уезжают из России Пишут про Россию Сами россиянки Они говорят Что обычная семья Они пишут цитату Блин Это цитата Я не могу ее теперь найти Что Типичная семья в России По их мнению Это цитата Это мать истеричка И отец Алгаш запоенный А я тебе больше скажу Типичная Типичная Это Это просто Мать истеричка И теща И теща Которая Властная Очень властная Очень контролирующая Как Гитлер Одним словом Это капец Я имею право Высказаться Блин Мои нервы Подорваны Я имею право Высказаться Мне пофиг Можете издеваться Смеяться Я художник Я бывший скрипач Имею право Высказать Свои эмоции Свою боль Никого не мешая При этом Никого на улице Нет У меня нет друзей Нет подруг Никого нет Если я Не аутичен Или у меня Что-то Все в порядке С головой Значит я просто Настолько ленивый Что я не могу Уехать от своей матери Скорее всего Неужели Мне нравится Такие страдания Терпеть Ты думаешь Скорее всего У меня что-то С головой не так Обычно Аутичные люди По мнению Специалистов Живут с родителями До конца Именно Аутичные Потому что Не могут Аутичные люди Не обязательно Кто головой Бьется А пол Там Всякое Разное Бывает Короче Все Высказался Похер Вообще Угорайте Там Давайте Смешно Я художник Творческий Человек Я имею Право Высказаться Вообще Творческий Творческий Продолжение следует...